Добрый день, Константин. Надеюсь, вы меня слышите и видите. Добрый вечер. У меня без 25,8. Я вас слышу, вижу хорошо. Спасибо, что нашли возможность поговорить со мной, потому что есть такие важные новости, те немножко шокирующие обыватели, шокирующие людей, непосвященные в криминальную жизнь столицы Украины. А вот вы как раз можете знать этих людей, скорее всего, знаете. Мы даже говорили, я просто запамятовала, сейчас подняла, у нас было с вами интервью, когда у этого же человека, Кирилла Шевченко, из экс-председента Киевской Федерации Бокса, проводились обыски. У нас же было с вами небольшое интервью по телефону. Ну и вот новость. Война, но экс-президент Киевской Федерации Бокса Кирилл Шевченко поддерживает связь с окружением Кадырова, сообщает нам средство массовой информации Украины. Недавно в гостинице Крещатик, в центре Киева, правоохранители обнаружили незаконный склад оружия. Организаторы схрона Шевченко и Цыганков, имеется в виду известный адвокат, использовали часть гражданского здания, устроив там что-то вроде базы батальона терробороны. Часть гостиницы была захвачена группой неизвестных, которой мог руководить бывший президент Киевского филиала Федерации Бокса Кирилл Шевченко и его адвокат Андрей Цыганков. Фамилия Шевченко в последнее время на слуху из-за раскола внутри ФБУ Федерации Бокса Украины и обвинения в рейдерском захвате. Он достаточно неоднозначная фигура в украинском спорте, о которой мало что известно. Сам Шевченко не публичен, бла-бла-бла, но сейчас я скажу самое главное. Известно, что после полномасштабного вторжения он вступил в ряды батальона спецназначения архангела Михаила и уже успел прославиться, но не боевой доблестью, а обвинением в похищении бойца Михаила Маймона, которого вы тоже знаете, я догадываюсь, потому что он тоже какой-то боксер, если я не ошибаюсь. Впрочем, патриотизмом Шевченко отличался не всегда. Два года назад грамматика посвятила ему и его связи с россиянами специальный материал под заголовком «Тренеры по боксу» или «Засланцы из Чечни». Короче говоря, в 20-м году Шевченко пригласил двух представителей Чеченской республики Чичаева и Айдамирова, которые оказались людьми Кадырова. Он их пригласил. И, как здесь говорится в этой публикации, этот человек, Кирилл Шевченко, может и сейчас быть связан с кадыровцами, и вот это оружие в центре Киева могло предназначаться для переворота, как здесь говорится. Ну, то есть для каких-то действий преступных против интересов государства Украина. Оружие, которое правоохранители нашли в гостинице «Крещачик», Шевченко вроде бы планировал использовать для провокации. В результате обысков были обнаружены сотни единиц незарегистрированного оружия. Кирилл Шевченко, называющий себя главой федерации бокса, его адвокат Сыганков специально накапливали оружие в центре Киева в нескольких сотнях метров авторчиса президента с целью передать это оружие ДРГ РФ. Ссылка на Михаила Маймана, который утверждает, что его похитили по заказу Кадырова, а потом вернули. Странное вообще похищение. И утверждает он, что Шевченко связан с Кадыровым. Простите за длинное вступление, но я думаю, нашим зрителям тоже это важно услышать. Что вы об этом думаете? Спасибо, Татьяна, что вы цитируете источники. И я как адвокат прошу вас, поставьте ссылки на все источники и все фотографии, все скриншоты в материал, потому что однозначно господин Сыганков будет подавать в суд защиту чести и достоинства деловой репутации и однозначно будет пытаться налагать аресты на имущество в обеспечении иска. Поэтому давайте цитировать источник. Надеюсь, что нет. Моя реакция четкая, ясная, понятная. Первое. Господина Кирилла Шевченко я знаю очень много лет, затрудняюсь сказать, сколько лет. И задолго до того, как он стал президентом Федерации бокса города Киева. Задолго до того. Помню, как он становился главой Федерации бокса города Киева. Был членом этой Федерации бокса города Киева. То есть знаю ситуацию изнутри. Если вас интересует Кирилл Шевченко, то Кирилл Шевченко это ближайшая связь Артура Палатного. Там, где есть необходимость контактировать с организованной преступностью, ворами в законе, блатными, преступными группировками и так далее. Уже достаточно давно. Есть два таких человека у Артура Палатного. Есть по вопросам деньги занести, деньги унести. И пообщаться с уголовниками иногда. Экс-народный депутат Олег Великим. Экс-участник преступной группировки киевской. Который сам себе придумал кличку Дон. Но Великин это больше чемоданы с деньгами носить. А Кирилл Шевченко по простоте души своей. Он человек, на которого спихивает группировка Кличко-Палатного. Все то, что пахнет дерьмом. Все, что прямо связано с криминалитетом. Все, что прямо связано с организацией, осуществлением преступных деяний. Все это на Кирилла Шевченко. И дальше он уже, тасуя свою колоду. Что интересно. Вся криминальная рать за годы президентства Кирилла Шевченко в Федерации бокса Киева. Она вся там отметилась. Посмотрите. Щур, лича, негода. Там Вадик Биндер. Как снимешь тапок, бросишь. Так попадешь в серьезную криминальную личность. То есть, по сути, Киевская Федерация... Можно маленькое уточнение? Маленькое-маленькое, крошечное. Не просто криминальную. Вот что важно. Щур, пророссийский деятель. Близкий человек к донецкому авторитету. Лича, то же самое. Все эти люди, они щуры пророссийские. Я щура никогда не знал. Я щура никогда не знал. Я его видел единственный раз в жизни на соревнованиях по боксу. Нас рядом посадил, пригласивший нас Артур Палатный. Но если бы меня спросили, кто этот парень, какой-то приятель Артура. Я ничего о нем не знаю. Мне потом донецкие парни начали рассказывать о том, что они видели статьи, о том, что у меня есть какие-то отношения со Щуром и так далее. Еще раз говорю. Я этого человека никогда не знал. Руки не пожал, слова не сказал. Как и Моню. Вот не знал, не знаю и знать не хочу. Понимаете? А это кто такой? Что-что? А Моня это кто такой? Это Моня, он же Михайло Помогайбо, он же Михаил Майман. Он же гражданин, которого группировка эта кинула под лед. И он в отместку говорит много. И на мой взгляд он говорит много неправды. Так бы я не относился плохо к группировке Порошенко, Кличко-Палатного, группировке криминальной Кличко-Палатного. Я не могу на черное говорить белое, на белое-черное. Почему? Майман лжет. То есть вы подозреваете, что его не похищали? Его? Ну вы же мне задаете вопрос. Похищали? Конечно, похищали. Господин Майман сказочник. И есть еще мадам Марьяна Безуглая. Она тоже начала сказочничеством заниматься. Я ей начал писать, она игнорировала. Тогда я начал публиковать у нее на странице в комментариях документы. И она уже начала что-то правдоподобное вещать на эту тему. Значит, в чем состоит правда? Вот Майман говорит похищение людей. Майман говорит, я ему верю. Вымогательство, нападение, отъем собственности. Все верю. Но он говорит о батальоне Архангела Михаила, которым управляли Шевченко и Цыганков. Госпожа Безуглая говорит, Майман аферист, он не управлял батальоном, его не назначали. Я ей копию секретного указа публикую о назначении 11 марта 2022 года Михаила Маймана командиром батальона территориальной обороны имени Святого Архангела Михаила. Гражданка прекратила говорить неправду. То есть он аферист, он не имеет никакого отношения. Прямое отношение. Пока приказ я не опубликовал, врала госпожа народный депутат. А дальше вдруг он напишет, что был Майман уволен с должности командира батальона 20 июня 2022 года. Уволен, понимаете, да? Когда Майман говорит обо всей этой преступной деятельности, он говорит о своей преступной деятельности и называет своих сообщников. Это моя точка зрения. Но в силу того, что он регулярно совершал этот Майман, все те вещи, о которых он говорит, и жертвами грабежа становились в том числе люди близкие к силовым структурам Украины. Не хочу эту тему расширять. Артуру Палатному силовые структуры Украины вынесли вердикт, что Артур, он грабит не тех людей, он уже грабит наших людей. Это твой человек, мы хотим с него спросить. И Артур Моню сдал, но попросил, делайте с ним все, что хотите, но не убивайте. И его никто не убивал. Его били, у него отняли то, что он отнял у людей. С ним плохо поступали. Он говорит, что у него в... Ссылаюсь на его... Давайте не будем развивать эти детали, пожалуйста. Ну, причем, мы же видели это видео. Но никто его не похищал для Кадырова. Кто хочет поищать, нам не нужно. Никто его для Кадырова не похищал. Если бы его похитили для Кадырова, то я вам скажу, что в ближайшей лесопосадке... В ближайшей лесопосадке... Вот вы видели, как чеченцы режут баранов. Они баранов режут, а потом на кол голову одевают, и кол втыкают в землю. И в земле торчит кол, и на колу торчит баранья голова. Вот если бы его похитили для Кадырова, то Моню бы в ближайшей посадке лесополосе... Сняли видео. И он бы просил все и все остальное. И с ним бы случилось все ужасное, что может случиться с человеком. А потом бы... Это абсолютно точно. Я вас очень прошу, эти детали не оглашать, версии. Потому что нас... Это классически так убивают барана-кавказцы. Я просто не хочу, чтобы мы нарушали правила Ютуба. Мы должны быть очень коллективы... А мы не нарушаем, мы рассказываем, как на Кавказе режут баранов. Да, не нужны эти детали. Так вот вопрос у меня. Выдернули жестко с оружием люди, имеющие государственные полномочия и носящие оружие. Забрали у него то, что считали нужным забрать. Ровно столько его побили и унизили, сколько хотели побить и унизить. И отпустили. У Мони есть высокие покровители. Смотрите. Это Александр Иванович Леон из Центрального аппарата СБУ. И когда-то он близко контактировал с Василием Васильевичем Бурбой. Нужно ли сегодня Бурбе помогать Моне, я не знаю. А господин Леон за него вступился. Моня жить еще на свете хочет. Хоть он часто сильно ругает Кадырова. Но, видимо, на что-то надеется в этой жизни. И ни слова о Кличко, о палатном он не говорит. Он говорит Шевченко. Он говорит Цыганков. Выше не лезет, потому что погибнет. Он говорит во многом правду. Он говорит о преступной деятельности. Но забывает, что это в том числе он. И что зарычал он и засыпел. И засыпел, когда его сняли с батальона и отдали на расправу. В общем-то, я все сказал. Вы хотели еще комментарий по поводу связи со спортсменами? Я еще хочу закончить этот вопрос. Уточнить. То есть я правильно ли вас поняла, что этот господин Майман просто в ссоре со своими бывшими партнерами или настоящими. И просто не говорит всей правды, что он тоже каким-то образом замаран в этом, мягко говоря. Ну и что главные заказчики его, так сказать, наказания, это палатник Личко. Правильно ли я поняла? Нет. Ну да, да, да. Нет. Вопрос в чем? Да. На его место пришел Кирилл Шевченко, который не Нацбанк, а который стал командиром батальона. Кирилл Шевченко пришел на его место. У Мони отняли бизнес. Это же был большой бизнес. Я не хочу говорить вещей, о которых, знаете, люди боятся говорить. О наркотрафике, о перевозке денег через границу и так далее. В сопровождении того, что выводят капиталы, наличные вывозят, а завозят наркотики. Не хочу об этом говорить, потому что доказать не могу. Но это серьезный бизнес, который забрали у Мони. Старших товарищей не называет, а получился на Шевченко и Цыганкова, потому что для него они, очевидно, унаследовали вот этот преступный промысел. Большой преступный промысел. Теперь, что касается оружия. Вопиющая ситуация. Мы с вами видели видео, фотографии и опись этого оружия. Ну, это беспрецедентно. А самое главное, осталось безнаказанно абсолютно. Это тяжелое уголовное преступление само по себе. Там же и взрывчатка простая, артиллерийские снаряды, и зенитные ракеты. Что ты только хочешь. То есть этим оружием можно было бы полкиева раздолбать. И закончилось ничем. Почему? Потому что мафиозная организованная преступная группировка Кличко-Палатного имеет высочайших покровителей. В высочайших кабинетах сплелась с действующей властью таким образом, что могут что угодно вытворять, ничего им за это не будет. Моня это обычный солдат, это обычный низовой инструмент, которым работали, который почувствовал вседозволенность, который залез не туда, и его отдали на расправу. Но никакому Кадырову, никаким чеченцам я в этом убежден. Я вас поняла. То есть вы думаете, что он просто приплел вообще эту историю про Кадырова? Я думаю, что он с какой-то целью постоянно ругает матом и так далее Кадырова. Какая тут цель? Понравится? Прославится. Я не знаю. Я помню, в Украине ругал Кадырова Игорь Масейчук. Поругал-поругал, да и произошло несколько в его жизни событий. В том числе взрыв мотороллера, после которого он еле выжил. И сейчас в одном из сел Киевской области почти не выходит из дома, ведет жизнь затворника, потому что понимает, что имеющий серьезнейшие позиции во всем мире, где есть чеченская диаспора, Рамзан Кадыров обладает хорошей памятью и высокими организаторскими способностями. Для чего дразнит Кадырова, так сказать, Моня Майман, я не знаю. Он не в Швейцарии, он не в Израиле даже. Он в Украине этим занимается. Я не могу этому давать оценку. Но еще раз говорю, если бы это были чеченцы или наемники чеченцев, Моня бы уже никому никогда ничего не сказал. Это все понятно. Вопрос в другом. Во-первых, я призываю не называть чеченцами кадыровцев. Это первое. Кадыровцы – это враги чеченского народа. Это прислуга Путина. И это бандиты, которые совершают в Украине военные преступления. Что касается Шевченко, давайте вернемся к тому, чего начали. Известный факт, что в 2020 году есть же документы, что этот Шевченко пригласил из Чечни двух приспешников Кадырова – Чечаев и Айдомиров. Один из них – убийство в дальнейшем совершил в Турции. Другой еще что-то там совершил. И они в самом деле члены банды Кадырова. Если предположить, что нашли склад оружия в центре Киева, очень, как вы сами сказали, серьезный склад, и этот Шевченко сделал этот склад, и он этих кадыровцев завозил, то есть основания, может быть, для этой версии, высказанной господином Майманом. Я бы хотела узнать от вас о связях, вот упомянутых вами лиц с Кадыровым. Господину Майману намного виднее, потому что, по моей информации, у него серьезнейшие связи были до недавнего времени. И с Чеченской диаспорой в нескольких странах, в том числе в Турции, и с Дагестанской. То есть с кавказскими преступными группировками Майман был плотно связан до недавнего времени. Что касается Кирилла Шевченко. Кирилл Шевченко, знаете, вот отделить спорт от разведдеятельности может только следствие, контрразведывательные органы. Да, действительно, приезжали чеченцы, силовики, кадыровцы. Кадыровцы, кадыровцы, пожалуйста. Приезжали в Украину по приглашению гражданина Шевченко. Мне об этом известно из других источников и документы, по которым их приглашали. И хотели здесь их укоренить, оформить детскими тренерами по боксу. Они опубликованы, я их видел. Более того, источники сообщают, что никакого отношения к боксу эти два силовика Чеченской республики не имели. То есть, речь, по-видимому, вероятно, шла о легализации высокопоставленных кадыровских силовиков в столице Украины. С какими целями? Мы можем фантазировать, мы не можем ничего внятно заявить. Если вы меня спросите, есть ли взаимодействие, был ли я свидетелем общения с чеченской диаспорой? Да, был. До войны, когда чеченский парень выиграл в Киеве пояс чемпиона мира по боксу. Я присутствовал на званом ужине, который организовал Рамзан Кадыров. На котором присутствовало человек 150 чеченской диаспоры. На котором ансамбль песни и танца чеченского был привезен на Чечне. Танцевал и пел. Привезены были повара из Чечне. В каком году? Ну, это было несколько... Я знаю, в каком это году. Это было сколько-то лет назад, может быть, 10 лет назад. А, еще до 2014 года? До 2014 года, да. Ага, все. Чеченская кухня, чеченские песни, танцы, вечер. Около 150 человек, свиты Кадырова, чеченской диаспоры Украины присутствовали там и Кличко, и Палатный, и многие другие товарищи. Тогда это выглядело как общение людей, которые любят спорт. По моей информации, у господина Шевченко и у его ближайшего бизнес-партнера Дениса Давыдова, Дениса Арнольдовича Давыдова, всегда был бизнес в Москве, всегда был бизнес в Питере, и всегда был бизнес совместный с россиянами в Черногории. Это девелоперские проекты, стройки и управление недвижимостью, коммерческой и жилой. Совместный бизнес с россиянами, да, продолжается. По моей информации, продолжается. Никакая война на это не повлияла. Что касается того, что Кадыров активно выступает как спонсор и боксеров, и борцов, и бойцов смешанного стиля. ММА там и так далее, это ни для кого не секрет. Он складывает огромные деньги, он сам занимается боевыми искусствами, он привозит команды на соревнования и так далее. И, еще раз говорю, грань, где здесь спорт и где здесь уже начинается то, что может быть интересно, контрразведки, должна контрразведка устанавливать. Я вам скажу больше. Когда я последний раз общался с Володей Кличко, это был 15-16 год. Володя еще в 15-м называл своим другом и Кадырова, и Путина. На мой вопрос, почему ты не идешь в политику, Володя? Он мне ответил, прямая речь, я готов это подтвердить в суде, под присягой, где угодно. Говорит, а зачем мне политика, я со всеми в хороших, на Западе я со всеми в хороших, и он назвал всех руководителей Запада. Говорит, с Путиным я в дружеских, с Кадыровым я в дружеских. Рассказывал, как он Кадырову ездил в гости. Отделите здесь, опять-таки, любовь к спорту и мужскую дружбу от того, что может заинтересовать контрразведку. Я не готов отделить, но то, что мне известно, я вам сообщил. А вот еще одна интересная новость, которую, может быть, вы захотите прокомментировать. Это уже сегодняшняя новость. Секундочку, сейчас я ее потеряла. В общем, Государственное бюро расследований, ДБР так называемое, заинтересовалось. Заинтересовалось вот этим человеком, которым мы говорим, Шевченко. Вот, я нашла. Государственное бюро расследований заинтересовалось Кириллом Шевченко. Он фигурант дела о растрате бюджетных денег. Это новость за 22-е. У нас сейчас 22-е июля. Представляете себе? Растрате денег. Значит, секундочку. На посту председателя Федерации бокса города Киева. Я понял, что мы говорили. Значит, дело такое действительно было открыто. И потом его похоронили благополучно. Это был тот период, когда обыскивали палатного, когда группировку проверял на прочность новый президент и его команда. К сожалению, дела эти были закрыты. Сегодня Кирилл Шевченко формально не является уже председателем Федерации бокса Киева. Сегодня он формально зарегистрирован госрегистраторами как президент Федерации бокса Украины, всей Украины. Но дело о растрате средств, конечно же, было. И если его снова подняли, то тому, наверное, есть какие-то причины. В то, что их когда-нибудь, кого-нибудь накажут, я не верю. Такова сила денег и положения мэра, что его окружение как бы неприкасаемо. Но, я знаю, никогда не говори никогда, а вдруг когда-нибудь что-нибудь будет. Да, а я могу вас так понять, что Кирилл Шевченко, он не самостоятельное лицо. Он, прежде всего, представитель интересов господина Кличко и господина Палатного. Или я не права? Совершенно верно. Я считаю, что в боксе и в бизнесе криминальном это просто доверенное лицо, это функционер, который, конечно же, как любой функционер, имеет уровень самостоятельности в принятии определенных решений. Но это подчиненное лицо. Это совсем не профессор Мариарти. Да, и вот я еще, знаете, что хотел опять... Довольно симпатичный парень и довольно искренний. И был относительно недавно, у нас с ним была пьянка. Я присутствовал, два очень серьезных криминальных авторитета киевских и пару парней, с которыми я близко дружу, и экс-президент Федерации бокса Киева Шурик Григорович. Вот мы выпили, и Кирюха заныл, говорит, как говно какое-то, как криминал, все мне. Как политика, как сладкие плюшки, все без меня. Это люди видели, ну, там сильно блатные, конечно, они подтвердят, а хлопцы, которые со мной были, подтвердят. А я готов подтвердить на Библии, на любом полиграфе, под любым препаратом, развязывающим язык. Мне стесняться нечего. Мне его только жалко, парни. Я ему всегда говорю, бедолага ты, бедолага. Тобой говно ворочают, 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 ворочают. А вот смотрите, это неподозрительно, что за два дня две публикации, посвященные Шевченко, как бы им взялись, вроде как заинтересовались. Да, всерьез. Хотя, когда обнаружили этот склад оружия, как вы правильно заметили, вот тогда надо было нам услышать о каком-то расследовании. Это очень серьезно, что в центре Киева сохранялся такой арсенал с непонятной целью. У меня вообще этот батальон вызывает большие сомнения. И в том числе боец батальона Цыганков, вышеупомянутый. Я хочу немножечко для вас, для наших читателей, сказать, кто такой Цыганков, этот адвокат. И это абсолютно доказательно, то, что я сейчас скажу, абсолютно это все могу легко подтвердить, и не только я. Доказательно. Значит, кто такой этот Цыганков? Во-первых, это адвокат по делу педофилов избьют. Это дело стопроцентный фейк, которое позволило Януковичу стать президентом. Адвокат Цыганков один из фабрикантов дела о педофилах избьют, благодаря которому удалось главного конкурента на тот момент, как бы мы ни относились к Юлии Тимошенко, тем не менее на тот момент она была в 2009 году главный конкурент Януковича. И вот Цыганков-то, товарищи, помог сбихнуть Тимошенко, отбросить ее, запачкав в этом грязном деле. И конкретно Цыганков прославился тем, что вымогал деньги у депутатов Юлии Тимошенко за то, чтобы их исключили из числа подозреваемых. Это все подтверждается материалами, различными материалами. И я только два слова хочу сказать об этом Цыганкове еще. Его как-то связывают, вы знаете. Да, вот, конкретно. У депутата Руслана Богдана вымогали 2 миллиона долларов за то, чтобы пострадавшие, якобы пострадавшие дети, о нем забыли, не узнали. Я знаком с Русланом Богданом. Русланчик, будешь меня видеть, слышать, привет тебе, братишка. Ну, Руслан Богдан, хороший парень. И он просто, ну, солдат ребенка не обидит. Это смешно. Так его тогда... Обведение. И тогда они были слышны. Да, очернили. Очернили, да, его очернили. Так вот, важный момент. О шантаже адвокатов Андрея Цыганкова и Валерия Коновалова рассказывал тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко, который всегда только рассказывает, но ничего не расследует. Вот. И самое главное, вот это самое главное, что я вам сейчас должна сказать, значит, по поводу этого фальшивого дела. Значит, вот, этого человека, Цыганкова Андрея, называли, многие средства массовой информации, представителем короля русской мафии Семена Могилевича. Русской, опять же, мафии. Вот видите, как интересно получается. Как вот эта вот команда, так обязательно криминал. А как криминал, то какая-то связь с русскими... Если бы я был допрошен органами контрразведки, я бы с удовольствием им разложил, как эта связь осуществляется, через кого, как, кем, почему, под протокол, да. Но я когда говорю об этом контрразведке, контрразведка от меня текает уже много лет, поэтому у меня, знаете, желания зря сотрясать воздух нет. Но еще раз говорю, что я жажду быть допрошенным на эту тему. Тут все очень просто, понятно, ясно, недвусмысленно, вся связь прослеживается и так далее. Почему не расследуют? Значит, послушайте, вот это вот крюсиное кубло, которое создали Кричко с Палатным, оно все состоит из мерзавцев. Это не страя волков, это не группа преданных друг другу людей. Это ваше оценочное осуждение, Константин. Да, это мое оценочное осуждение. Это группа мерзавцев. Это кодло, крысиное кодло, понимаете? Там нет ни преданности, ни верности, ни чести, ни слова, ничего. Чистая мразота. И мразота подтягивает себе подобное. Я бы посоветовал следователям всех уровней позвать Мишу Маймана, закрыть его в камеру и сказать, Миша, рассказывай. Вот ты сказал, похищают людей, рассказывай эпизоды, грабят, рассказывай эпизоды. То есть, значит, Мишу допрашивать. Но Мишу никто не допрашивает и никто не допросит. Погибнет он. А почему? А почему? Объясните. Потому что слишком сильные позиции у группировки преступной. Слишком сильные. Выше в руководстве государства Украина. Поэтому ничего, никакой перспективы у этого нет. Мы с вами сотрясаем воздух. Но у нас вы бесшабашно отважная женщина. Я горжусь знакомством с вами, вашему мужеству, совсем неприсущему женщинам. И уже по-стариковски не могу, что же, убежать и спрятаться. Поэтому я с вами говорю, перспективы никакой нет. Мое оценочное осуждение, пока на Банковой находятся Андрей Ермак, Андрей Смирнов, господин Татаров, никаких шансов нет. А какое они имеют отношение к группировке Кличко? Это же конкуренты. Я извиняюсь. Я сейчас только расскажу то, что было в эфире телеканала ЗИК. Еще не имея американских санкций. Еще народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский вышел к барьеру. И начал рассказывать о том, как в Киеве делили пополам киевский пирог. Он говорил, 800 миллионов долларов в год делили группа Порошенко, каноненко Луценко и фирта Шарлевочкина Кличко. Делили 50-50 Киев. Вот он об этом рассказал. И его Наташа, это самое, как она? Скажите, я скажу. Ведущая народ проты. Влащенко? Влащенко. Наташа Влащенко его спрашивает. Александр, ну вот вы рассказали, как это было при Порошенко. А как же это сейчас? 800 миллионов воруют. Он говорит, конечно, воруют. В год. А как их распределяют? И тут так. Замолчал Саша. И неприлично долго молчал. А потом говорит, а теперь все эти деньги забирают себе группа Кличко. Вот единственный мой ответ. Это ничего не доказывает, и поэтому это ваша версия. А я ничего не доказываю. Я просто рассказал, что я видел по телевизору. Я как раз, честно говоря, сомневаюсь, что команда Кличко... Ну вот ходит Дима Белоцерковец, давайте так, ходит Дима Белоцерковец и хвастается, что военный комендант Киева, Жирнов, у них на зарплате. Что он ему выплачивает зарплату. Вот верить, не верить бредням этим Димы, я не знаю. Но он публично говорит, у нас Жирнов на зарплате. Вот как к этому относиться? Как к сплетне. Наверное, да. Конечно же, все святые, все хорошие, чистые. И нам наврали. Стыд нам, стыд. Все-таки, если подытожить, я правильно понимаю, что вы бы, если бы вы работали в правоохранительных органах, хотели докопаться до сути, и главное, защитить интересы государства Украина, вы бы заинтересовались все-таки в первую очередь связями с Кадыровым, не просто Шевченко, ну или не с Кадыровым, с русским миром, а связями Кличко-Палатного с этими... Я бы провел комплекс контрразведывательных мероприятий и установил истину. Вот комплекс контрразведывательных мероприятий, понимаете, чтобы не думать, оговаривают, придумывают, связи там, допустим, могут быть, но половые, или финансовые, или дружеские, разные же бывают вещи. Или хобби общее, там, я знаю. Вот я, например, разговариваю с собачниками изо всего мира, и мне иногда звонят собачники из России. Связь ли это с русским миром? Нет. Я 51 год живу рядом с собаками. Я блогер, который рассказывает о собаках. И мне звонят из Канады, из Швеции, из Штатов, из Италии, из Германии, из России, из Казахстана, Таджикистана. Со всего мира звонят собачники. И мы и говорим о собаках. Но, если проведут комплекс контрразведывательных мероприятий, и это подтвердится, мне будет даже спокойнее. Поэтому, если совесть чиста у Кличко, Палатного, Шевченко, и же с ними, там, у этого, их адвоката, то ничего страшного. Было бы здорово, если бы контрразведка неформально, а реально провела серию контрразведывательных мероприятий и установила истину в этом вопросе. Но я в это, к сожалению, не верю. Знаете, какое дело... Потому что главное тут не выйти на самих себя, знаете. К сожалению, может быть, это совпадение, но, к сожалению, постоянно именно Федерация Бокса Украины так или иначе была связана в скандалах с криминалом и конкретно русским криминалом. Я напомню, что руководитель Федерации Бокса в Донецком регионе Армен Саркисян оказался человеком, который организовывал убийство на Майдане. Далее, такой еще человек, сейчас скажу, Александр Негода, Негода Александр. Как-то я писала о том, что, если не ошибаюсь, он один из тех, кто организовывал охрану деятельности Виктора Медведчука, кума господина Путина, который сейчас находится в тюрьме. Он был один из тех, кто организовывал охрану акции «Бессмертный полк», организованной Медведчуком. И это только несколько примеров. Криминал и русский мир. Вот это в спайке с украинским боксом встречается постоянно. Вы думаете, это совпадение? Знаете, давайте так. Бокс отдельно, криминал отдельно. Но криминал проник. Везде эти силовые единоборства. Отбеляя себя, криминал выступает функционерами спортивными, медицинатами спортивными и так далее. Для кого же не секрет? Что все федерации нуждаются в финансировании. И криминал, криминал интернационален. У криминала нет. Вот мы русские криминалы, вы украинский криминал. Он любой украиноязычный, русскоязычный криминал интернационален. Вот поймите это правильно. И воры в законе многие находятся в орбите ФСБ и службы внешней разведки России. Это факты. Конечно, все не случайно, потому что все рядом ходит. Так, силовые единоборства любые, криминалитет, спецслужбы. Спецслужбы, в принципе, во всем мире спецслужбы и разведорганы ориентированы на то, чтобы в криминальной среде обрастать аргентурой. А где проще всего приобщиться к криминальной среде, ну кроме лагерей и тюрик? Силовые единоборства. Традиция такая. Пошел, украл, убил. Украл много. Надо что-то отдать детям, как бы считается. И вот, возьмите многих руководителей федераций разных силовых, да. Ну, я не хочу вспоминать покойного Бориса Сацлавовича Савлохова. Ну, чего ворошить старое. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю. Меценат, меценат. Спортивный тренер, конечно. Успешный спортивный тренер. Ну, и все остальное тоже присутствовало. Вы же это помните. Я надеюсь. Ну, есть такая целая отрасль у известного, как я его считаю, агента Лубянки Дмитрия Гордона. Он берет всегда криминального деятеля, прославляет как мецената. Как конкретно про Михася он рассказывал, что начинал свой бизнес на продаже матрешек на рынке или что-то такое. В общем, выдает авторитета, так называемого, в кавычках, криминального замецената, спортсмена и так далее. Ну, и давайте будем закругляться. Очень длинный разговор. Лучше будем чаще общаться. Так вот, я знаю, что, ну, конечно, во-первых, надо сказать нашим читателям, что вы немножко субъективны. Потому что у вас лично еще есть конфликт с этими людьми. Палатом и Кричко. Конечно. И так вот, скажите, пожалуйста, что у вас, что с вами случилось уже во время полномасштабного вторжения? Я знаю, что у вас жизнь в опасности оказалась, и вам пришлось покинуть родину. Ну, смотрите. Во время полномасштабного вторжения, как бы, мы 12 дней с моей семьей, с моей мамой-старухой, с моими детьми, внуком, там, собаками и так далее, в селе Шевченково, Пучанского района Киевской области переживали начало войны. 12 дней были под бомбежкой. На третий день войны нас разведали, пришли с огледота и увидели, что мы дома. И ночью шла группа 5-6 человек нас скончать. Никому, кроме палатного с Кричком, мы не нужны. К сожалению, не дошла группа, заметили вооруженного зятя. Я там организовал огневой мешок, а никто б живой не ушел. Зятя увидели и тянулись в кусты и поползли, ползком уползали. То есть мы были между двух огней. С одной стороны наступают российские войска, с другой стороны, так сказать, шарят по кустам киллеры от Палатного и Кричко. И мы бы терпели это положение дел, но когда мне стало известно, что батальон территориальной обороны отдают преступной группировке Кричко-Палатного, мы засобирались в дорогу. А когда назначили Моню Маймана командиром этого батальона, мы пересекли границу Украины законно, легально. У меня инвалидность, у меня удалено два органа, кусок кишечника. Я многодетный отец, у меня четверо детей, никто у меня никаких препятствий покинуть Украину не делал. Я был вынужден покинуть дом. Теперь дальше. За время войны мой дом обрисовали в очередной раз гадостями о том, что почему-то я с Киевом. Я Киев увидел один раз в 2019 году в течение часа в публичном месте. Он мне рассказывал о своей многолетней истории взаимоотношения с Кричко-Палатным и их соратником Шурой Красномордым. То есть это их товарищ, а не мой. Но с больной головой всегда на здоровую. Дом мой подожгли, закинули термитную шашку. Сейчас моей дочери принадлежит на паях со мной помещение в центре Киева. Его обрисовали половыми органами, разными гадостями и так далее. Значит, в этом помещении много лет работает французская кулинарная компания, диджеев кулинарии. Француз инвестор, хозяин и так далее. Парализовали работу компании, вот уже третий день она не может работать. Полиция никого не ищет, тысячи камер в Киеве, есть такое беспечное место, безопасный город. Но вы понимаете, что такое? Ночью во время комендантского часа в центре города в трех шагах от метро вандалы уничтожили фасад здания. И прошла одна ночь спокойно, и на следующую, вот в эту ночь, уничтожили фасад здания, которое вообще не имеет ко мне. Если то к моей дочке имеет отношение, то фасад здания, я не знаю даже, кто его хозяева, никогда их не видел. Обрисовали опять бедовые, российская сука там и так далее, и так далее. Естественно, они нанимали киллеров, и мне об этом становилось известно от моих информаторов в криминальной среде, с лицами киллеров, со всеми делами. Ну, я уповаю, что война все-таки станет тем триггером, который заставит очищаться Украину. Я готов к взаимодействию с органами, прежде всего, контрразведки, потому что это серьезно. И, конечно, с другими правоохранителями, которые будут реально настроены очистить страну от этого зла, от этой банды. Мне ее криминальная деятельность известна. Первые эпизоды были в Советском Союзе. И я готов, значит, с Советского Союза, с того, что лежит давно, давно лежит в самых глухих уже хранилищах. Сказать, люди, поймите, это организованная преступная группировка состоит из политиков высшего эшелона, состоит из силовиков, бывших и действующих высшего эшелона, состоит из криминальных деятелей, с историей в десятки лет. Там в глубине сидят такие пауки. И да, есть связь с Семеном Ютковичем Могилевичем. Прямая и понятная. Ну так это же все наносит ущерб национальной безопасности. Ну и что я могу сделать, скажите? Я хожу постоянно по страхам смерти. Я об этом говорю. Банда на меня регулярно давит. Напомнить и, может быть, вы прокомментируете. Вот в мае 2021 года соратника Кричко Артура Палатного подозревали в крышевании, подпольной торговле, переходах подземных города Киева. СБУ проводила обыски. Говорилось о том, что организовали систематическое вымогательство. Получали средства от субъектов хозяйствования за незаконную аренду. Ничего в бюджет не попадало. 20 человек участвовали в преступной группировке. Артура Палатного называли командиром этой преступной группировки. Говорилось, что в месяц они получают незаконно от 5 до 7 миллионов гривен дохода. Замечательно. Это малая толика. Это песчинка из того, что эта группировка творит по сегодняшний день. То есть они договорились. Помните Лайза Миннелли пела? Мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани. То есть вы думаете, что вот эту СБУ, которая обстрыла... Я знаю. Я могу в лицах назвать их лоббистов. В офисе президента, в СБУ, в МВД, в ДФС, в ДБР, в НАБУ. Насчет офиса президента никаких не вижу оснований. Никаких. Очень хорошо. Все, что я читаю, никаких оснований. Я сейчас одену очки и тоже видеть перестану. Вам вот я сейчас... Они конкуренты, Константин, они конкуренты. Они не могут быть за... Все, все. Я уже... О, и я уже не вижу никакого офиса президента. Как помогает Топтика, да? Ай, как помогает. Спасибо. Спасибо за, как всегда, веселый, жизнерадостный разговор. Значит, я должна подчеркнуть, что некоторые не... Как сказать? Вы не разделяете точку зрения гостя. Не обязательно, не во всем. И некорректные высказывания – это оценочные суждения. Они не обязательно факты. Что касается фактов, все ссылки будут оставлены в описании. Спасибо большое. И вам огромное спасибо, храбрая женщина. Берегите себя, берегите семью. Я стараюсь. Берегите себя. Всего доброго. Верим в нашу победу. Верим в нашу победу. Знаем, что после нашей победы не может быть вот такая ситуация печальная, как вы ее описали. Все преступники должны, независимо от своего положения, занимать свое место на нарах, да? А честные люди должны строить новую, прекрасную нашу Украину без коррупции и организованной преступности в органах власти. Прямо в слезу меня пробило. Всего доброго. Счастья, здоровья, процветания. Быть добру. Да. Спасибо огромное. Слава Украине. И пока. Героям как бы сало, смальца, здоровья, счастья, процветания, да. Спасибо.